Компании уже 17 лет. Я делал все. Я даже музыку немного писал. Деньги не поразили и мне пришлось пойти устроиться на работу, потому что надоело голодать. И потом мы добрались до сотен тысяч. Мы делали игры скорее для себя. Вы сейчас в каком топе? Топ-10, топ-2, топ-50? Где-то месте на 15 сейчас находится. Цикл разработки нового продукта. Сколько стоит? Какая есть платформа приоритетов? Сколько у вас в день игроков? Поехали дальше. LTV. Сколько зарабатываете? Маржинальность бизнеса на каком-то уровне? Можно сказать в процентах? Кто тратит больше тысячи в месяц? Во-первых, это женщины. Во-вторых, практически все старше 60-ти за редким исключением. Cradle of Empires приносила вам в 2018 более 1 миллиона в месяц. Правда? Да. А сейчас? То же самое. Бонусы в топовых CPA сервисах и повышенные выплаты от лучших рекламодателей в Leadbit. Регистрируйся и зарабатывай больше. Линк в описании. В компании 130 человек. Какие есть отделы? Сколько человек в каждом из них? У нас несколько последних лет была проектная структура, то есть каждый проект это было свое какое-то феодальное царство. То есть это достаточно закрытая команда, которые все процессы внутри, один какой-то руководитель и делают продукт. И при этом хороший специалист из одного проекта в другой, короче, не мог перейти просто так. Для этого нужны были какие-то причины и для этого руководители проектов должны были договориться между собой. И иногда это было сложно. Эта компания сильно лишала гибкости и сильно как-то дробила. Но там были свои плюсы и были минусы. То есть вызывало много проблем, потому что люди, по сути, были лояльны своему проекту, но не были лояльны к проблемам компании в целом. Например. И руководители продуктов, они как-то конкурировали между собой. Вот буквально год назад мы решили сделать такой смелый шаг, даже меньше чем год, перейти к матричной структуре. То есть разрушить эти границы феодальных царств. Но матричная структура это вообще вещь сложная и требует много правильных людей. То есть нужны subject matter experts, им нужен PMO, нужны продюсеры на каждый продукт. Продюсеры это топ-менеджер продукта? Очень редко можно найти человека, который одновременно может смотреть на продукты и как дизайнер, и как аналитик. И поэтому мы, наверное, функцию продуктов сейчас делаем коллегиальной. То есть это несколько человек, которые вместе эффективно взаимодействуют. У каждого свои сильные стороны и как-то пытаемся так управлять продуктом. Окей. В маркетинге сколько человек? Порядка 12-15. Я правильно понимаю, эти люди занимаются именно продвижением продуктов? Правильно? Да, они занимаются закупкой трафика. По большому счету это медиабайнг? Да. Самый большой отдел это продакшн? Около 100 человек. Я думаю сейчас уже 80. Окей, сейчас уже 80. Что там за люди? Кто эти люди? В первую очередь это геймдизайнеры, то есть от них в основном все идет. Это художники, программисты, PM-ы и все. Окей, PM-ы по каждому отдельному продукту, правильно? Есть ребята, которые звуком там занимаются, но это тоже дизайн, звуковой дизайн. Удаленщики практикуете, не практикуете? Мы пробуем, это не эффективно, но мы хотим сначала все же некое ядро. Мы сейчас переходим к матричной структуре и мы хотим более-менее отлаженное ядро сформировать. И затем уже. Наверное, удаленная работа это тема следующего года. Вот subject matter experts обязаны находиться в команде внутри, то есть взаимодействовать каждый день. Тут удаленная работа не подходит. Для других специализаций почему нет? Сколько сейчас продуктов компании в разработке или в обновлении? Два. То есть две игры, которые достаточно популярные, которые сейчас на сайте, они в обновлении, а новые продукты? Снаружи у нас на сайте два продукта. Один Cradle of Empires, второй Puzzle Heart. Но в Puzzle Heart как-то не видно будущего, поэтому мы активно его не развиваем и он просто находится на сайте. Мы на самом деле думаем и может быть когда-нибудь к нему вернемся. Команда, которая его там обновляет, саппортит есть или нет уже? Несколько ребят там наверное работают. Хорошо. Значит два продукта, которые ты сейчас проговорился, типа это новый продукт? Еще какие-то или нет? И один новый. То есть два текущих, один спящий, один который генерит и один новый? На одном работаем. Хорошо. Теперь меня интересует цикл разработки нового продукта. Мы 4 месяца вообще думали, что делать. То есть 4 месяца мы всем артсоветом, это несколько ребят из разных областей, собирались и думали какой должен быть следующий продукт. То есть мы перед этим приняли решение делать новые продукты, запустили три в разработку и потом все три закрыли через какое-то время, поняли, что это все неправильно. И прямо на середине разработки стало очевидно, что не полетит и почему не полетит. И вот со всем этим новым опытом мы занялись разработкой концепции следующего продукта. И мы прошли несколько итераций в течение 4 месяцев и вот сейчас мы на стадии прототипа. Думали 4 месяца, получается решили его делать. Сколько времени заняло это все? Мы планируем к концу года запустить soft launch, то есть уже показать игру живой аудитории. До этого момента мы просто будем весь год итерировать внутри компании. То есть в твоем понимании сейчас год разработки игры это норма? Это мало. То есть это быстро? Это хорошо? Год до soft launch это быстро. Это быстро, то есть это хорошо. Сколько стоит? Не знаю, наверное в полмиллиона. Но это скорее soft launch версия, то есть там будет ограниченный контент. Хорошо, то есть это по-божески еще полмиллиона. Так можно считать? У нас бюджет идет весь на продакшн и внутри продакшна в течение года мы бюджет можем там перераспределять. То есть если мы увидим, что где-то вот в чем-то есть лучшая перспектива, мы не сковываем себя бюджетом там жестко запланировано. А в чем-то лучшая перспектива это что типа улучшить графику? В таких вещах? Бывает ты видишь в продукте какой-то нашел мощный драйвер роста. Например? Вот даже наш Cradle of Empires, то есть он находился на плато. Мы провели несколько месяцев такую глубокую скрупулезную работу. Мы сменили руководство у продукта, потому что вот как раз из-за этого плато. Мы провели серьезную исследовательскую работу. Нашли целый ряд вполне себе внятных драйверов роста. Просто прямо очевидных. Например? Например она очень сильно устарела по графике. Второй момент она очень плохо работает на телефонах. То есть показатели на телефонах слабые. Из-за размера экрана или нет? Да. Там длинная история. То есть изначально игра вообще... У нас тогда еще было PC-мышление, когда мы начинали делать эту игру. Потом мы ее сделали на iPad. На iPad все полетело и потом задумались про айфоны. И кое-как засунули игру в айфоны, но так оно все и осталось. Ради этого можно сделать дополнительную инвестицию. Дальше есть, например, техническая проблема. То есть очень многие вещи, которые можно изменить в игре, они там упираются в наш самописный движок. И у нас вот мы сейчас пытаемся принять решение возможно параллельно запустить разработку нового движка. Вернее запустить переезд на новый движок. Это тоже такая история месяцев на 9. Она достаточно дорогая, но если есть уверенность в будущем продукта, то это можно сделать. И это упростит потом создание новых продуктов? Да. Потом там очень много можно переработать в начале, потому что это 5 лет назад все делалось, 5 лет назад все отлаживали начало игры. И сейчас как бы рынок совсем другой, можно вернуться и пересмотреть. Предлагаю поговорить конкретнее про Cradle of Empires с точки зрения платформ. Хотя можем в целом про две игры, которые у вас сейчас, но я так понимаю, что Cradle of Empires генерирует 99% всего. Или 8. 98, да? Я не знаю. Хорошо, ну примерно, то есть ближе к 100? То есть фактически это такой локомотив? Ну да. Отлично. Давай на примере него. Какая платформа у вас сейчас самая популярная среди пользователей? Больше всего мы зарабатываем на iOS, на втором месте Android. А в количестве людей также? На Android меньше. Хорошо, то есть iOS просто больше и соответственно доходнее. Некоторые ваши игры есть на платформах Amazon, Microsoft. Как там с аудиторией, с деньгами? На Amazon все непонятно. То есть было хорошо, потом испортилось, сейчас разбираемся. Ну и все. А Microsoft? Больше нет платформ. Я что-то вижу в Microsoft, там есть значок у вас. Это типа на Windows что-то? Я просто не устанавливал, ничего не переходил? Ну да, мы сделали порт на Windows. Пока там нет такой цифры, чтобы я о ней знал. То есть незаметно вообще? Да. Какая есть платформа в приоритете сейчас? На iOS все хорошо, но мы пытаемся понять, как сделать лучше на Android. Поэтому непонятно чьи приоритеты. Cradle of Empires есть на Apple Watch, Apple TV. Аудитория вообще на этих девайсах действительно есть? Это первый вопрос. И второй вопрос, насколько выгодно саппортить разные девайсы? То есть это окупается с точки зрения денег с этих девайсов? Это вопрос дружбы с платформой. То есть если хочется развивать отношения с платформой, нужно поддерживать все их фичи, все их требования, все их девайсы. То есть это дружба с Apple и с Google? В данном случае только с Apple? Да. Экономической целесообразности там нет? Там вероятности. Твоя вероятность получения фичеринга и так далее, если ты присутствуешь на всех их платформах, она повышается. Но с другой стороны у тебя появляется весь этот зоопарк билдов и команда расфокусирована. И возможно эти усилия лучше потратить на улучшение игры. На данный момент после всех этих экспериментов я пришел к выводу, лучше просто фокусироваться на хорошем продукте. Сколько у вас получается в день игроков, уников? Да, у нас 200 тысяч. Мау полмиллиона. Что еще? Поехали дальше. LTV. А, LTV. Максимальная цифра LTV на самой интересной вкусной аудитории, мы где-то нащупывали в США 24 по-моему доллара. Но это какая-то такая жутко субъективная цифра, потому что в принципе можно найти аудиторию, которая заплатит тебе и 50. Короче я не знаю как ответить на этот вопрос. У нас нет фиксированного LTV, это вообще бесполезная цифра. Эта цифра она вообще полезна для трафик менеджера, когда ему нужно принять решение про когорту, то есть закупать ли эту аудиторию дальше или нет и он смотрит на текущий LTV. Хорошо. Это хороший ответ с точки зрения, что вам это особо считать не нужно? А так это средняя температура по больнице, то есть она ни о чем. Окей, это хороший ответ. Есть игроки, которые там у нас в день оставляли там много тысяч долларов. Есть аудитория, которые там за 3-4 года потратили в игре там больше 40 тысяч долларов. Их прилично. Это LTV. Кто-то за 100 перевалил тысячу, нет? Нет, до 50. Окей, хороший ответ по поводу LTV, потому что не раз уже слышу, что в зависимости от ниши и от бизнеса не всегда это полезно считать. Отличный ответ. Тогда спрошу по-другому. Сколько трафик менеджеры, медиабайеры, какой процент маржи они готовы тратить на трафик? У нас сейчас стоит план половину. от ревни тратить на трафик. То есть половину можно? Да. Хорошо. Но мы пытаемся расти в этой цифре. То есть на самом деле если можно тратить больше, почему нет? Все-таки сколько зарабатываете? В год? Давай в год. Чуть больше 10. Прибыль тоже где-то написано сейчас скажешь или не скажешь просто? Мы на самом деле сейчас в ноли работаем практически без прибыли. Потому что что? Новый продукт? Потому что закупаем, трафика много, делаем новый продукт, саппортим текущий, развиваемся. Если не брать в расчет развитие и новый продукт, маржинальность бизнеса на каком-то уровне, можно сказать в процентах? Мы эту цифру пытаемся высчитать уже много месяцев. Дело в том, что у нас в нашем продукте люди живут по 4 года. То есть мы сегодня вложили, купили этого пользователя за 10 долларов и мы через 4 года продолжаем получать от него деньги. Поэтому очень сложно померить маржинальность, потому что мы вложили сейчас, а возврат в течение всего месяца. Поэтому так напрямую на самом деле все собственники в Игрострой спорят об этом, как считать маржинальность. Потому что здесь и сейчас делать срез, но это как бы неправильно. Да, некорректно чуть. К какому ты мнению сейчас склоняешься? Не считать тоже не вариант. Мы пытаемся быть уверенными, что на горизонте одного года от закупки мы заработаем там хотя бы минимум 30 процентов. Но при этом у нас как же есть разработка, поддержка. Есть маржинальность как-то доходность закупки, а есть доход в целом от компании. Поддержка продукта тоже не дешевая. Баны в Apple Store, в Google Play бывало? Нет. Страйки? Я не знаю как это называется на сленге у вас. То есть предупреждение за агрессивную монетизацию? Ничего. Все в рамках обычного диалога. А диалог, кстати, это важную историю сказал. Если вы присутствуете на разных девайсах, это всегда как бы плюсик вам, да? Ты просто упомянул, когда мы говорили про фичи какие-то. То есть вам стоят доступны фичи раньше, чем другим? Нет, это скорее был какой-то жест с нашей стороны. То есть мы попытались наладить отношения с платформой и сделали там версии для всех девайсов. Наладить после чего или улучшить? Улучшить. То есть они были нормальные или все-таки наладить? Я думаю с платформой есть либо вообще никаких отношений, либо есть какой-то диалог. А какой-то диалог это что? Например, можете рассказать как вы общаетесь с Apple? Что вы можете обсуждать? Они говорят какие-то там релизы наперед. Через полгода у нас появится. Слушай, я думаю у нас не такой масштаб сейчас, чтобы вести полноценный диалог с платформой. Хорошо. Другие ребята, которые из Израиля, ваш большой конкурент. Вот они могут вести? Думаю, да. Монетизация. По данным сервиса DataMagic, Cradle of Empires приносила вам в 2018 более 1 миллиона в месяц. Правда? Да. А сейчас? То же самое. Я же сказал, мы на плато. Всегда мне кстати очень было интересно. Я правда смотрел в рублях на iTunes. У вас или цена заканчивается на 90 или на 9? Мне всегда было интересно, есть ли реальные исследования на этот счет. То есть я там просто выписал 10 разных цен, мы потом чуть-чуть поговорим. То есть у вас то 7490, то там 49 и прочее. То есть это чем-то обусловлено вот эти окончания такие? На самом деле это такая древняя история. Мы еще когда на казуалках на PC работали, там была такая золотая цена 19.99. И было много разных исследований, что вот например цена 20.01 она работает намного хуже. То есть у людей есть какое-то подсознательное ощущение, что вот есть двадцатка и это меньше двадцатки. И люди как-то вот та самая система один, которая быстро принимает решение, но долго не думает, она как бы склоняет человека к этому решению. То есть это меньше двадцатки. Двадцатка такая очень ходовая купюра в США. Вот и все. И это работает? То есть вы пробовали менять, пробовали играться? Это работает в диджитале получается в геймдеве? Я точно знаю, что мы пробовали играть с ценами в целом и там всегда какой-то пак покупается лучше, чем остальные создают иллюзию выбора, но они не работают. Поговорим еще. Я так услышал. Хороший совет, мне кажется, для людей, которые будут выходить в iTunes условный App Store. До двадцатки долларов, если вы на рынок США, это хорошая цена. Free-to-play? Это внутри, я понимаю. Но если вот кто-то просто делает что-то, Эпку за продажу, то вот эта штука работает или нет? Что ты знаешь в целом по рынку? На App Store дело в том, что цены сильно упали. То есть я сейчас привел пример с PC Casual, когда вот цифра магическая была 19,99, а на App Store там какая-то другая своя цифра, она по-моему меньше, она что в районе 5,99, нет 4,99, привязана к купюре-пятюарке, наверное, к чашке кофе. Скорее всего это все привязывается к каким-то уже доведенным до автоматизма тратам пользователей. И вот цены в App Store примерно то же самое. Окей. Самый дорогой сейчас товар в Cradle of Empires это остров за чуть больше чем 100 долларов. Остров Кристаллов? Да, остров Кристаллов. Я извиняюсь. Ты сам играешь в своих играх? Конечно. Первые два года я играл каждый день. Сейчас захожу туда раз в неделю, поглядываю и причем играю на двух разных девайсах. На одном девайсе я играю сначала, смотрю начало, там где мы вовлекаем пользователей, там где боремся за ретеншн первые дни и играю в середине. Там где уже люди, которые провели в игре год-два. Многие покупают этот товар за чуть более чем 100 долларов или это опять-таки иллюзия выбора? Нет, это не иллюзия, то есть у нас есть киты. У нас вообще в целом в игре китовая монетизация. Большую часть дохода приносят люди, которые там тратят много, а тысячу в месяц. И видимо для них этот пак. Понял. Что это за люди у тебя есть? Четкое представление именно про Cradle of Empires. Кто тратит больше тысячи в месяц? Во-первых, это женщины. Во-вторых, это возраст, по-моему, практически все старше 60, за редким исключением. Мы рассматривали портреты этих пользователей, периодически пытаясь понять эту аудиторию, пытаясь смотреть чуть глубже. У нас есть фанаты, которые про себя рассказывают, с которыми мы взаимодействуем. Из последних наших инсайтов, что есть взрослые 60-летние бабушки, у которых характер доминирующих людей. Сейчас звучит, как будто вы не играми занимаетесь, но хорошо. Мы пытаемся как-то глядя на эти лица и как-то все, что мы можем узнать про них, это целеустремленные люди. То есть цель в игре, понятно, это такая штука иррациональная, она во многом бессмысленная и придуманная, то есть дойти до чего-то там впереди. Но они идут к этой цели как танки. Правильно я понимаю, что вы сейчас сценарий, там левелы затачиваете под аудиторию 60+, женщин? Нет, мы пытаемся затронуть аудиторию помоложе. 40+. Мы в начале, когда делали продукт, мы вообще хотели зацепить, вот я все время эту мысль транслировал, 35+. Но по факту оказалось 45+. Но когда мы проанализировали глубже и посмотрели где киты, они оказались там 50+. У ваших конкурентов, кто тоже крут в козвалках, такая же история? Ну где-то чуть-чуть помоложе, но ненамного. То есть у кого-то игра лучше идет на андроиде, и на андроиде там аудитория сама по себе моложе. А где-то мы там про аудиторию что-то узнаем с помощью Фейсбука, а на Фейсбуке тоже как бы более взрослая аудитория сидит. И все эти вещи как бы складываем и мы скорее можем иметь только гипотезы. У тебя сейчас с собой смартфон есть? Да. Обе игры там есть? Да. А игры конкурентов есть? Полно. Покажем? У меня весь телефон в играх. Давай первый экран мы можем снять его? А первый он без игр. Хорошо, давай покажи что есть на первом. Они у меня все во вкладках и в этом тут сейчас зоопарк. Сколько у тебя экранов там, мне интересно. Ну да. Показывать? Да. Ладно. Что на первом экране? Можешь сказать? Наша игра. Хорошо, а что еще? Какие приложухи? Многом и четыре игр. Ты просто их мониторишь с точки зрения каких-то обновлений, правильно? Или играешь реально? Играю. Ну как, тут смотри, есть ограничение большое по времени и во все глубоко не сможешь поиграть. Вот так просто зашел в игру, ознакомился. Вот если что-то зацепило, это как бы да. Многие вещи не цепляют. Заходишь в DataMagic, смотришь понятно почему. Скорее проверяешь себя. То есть коррелирует успешность игры с тем, сколько она зарабатывает? Не успешность, а собственное восприятие игры. То есть ты заходишь, видишь вот допустим рекламу на Фейсбуке. Реклама красивая. Думаешь класс, наконец что-нибудь там интересное новенькое сделали. Качаешь, запускаешь, видишь, ловишь свои ощущения. Исходя из этих ощущений, иногда думаешь нет, такое не может пойти. Заходишь в DataMagic, правда не может, но не идет. То есть это соответствует? Да. Бывает наоборот, бывает в DataMagic что-нибудь нечаянно найдешь и качаешь. Короче, таким образом корректируешь свою какую-то экспертизу. Какие приложения есть на первом экране? Things, потом Evernote. Что там еще? Все, календарь. Самый крутой конкурент ваш в мире? Конкретно наш? Да, конкретно ваш. Если взять жанр Матч 3 в целом God&Scapes, короче все игроделы это знают. Это Playrix? Да. Дело в том, что у нас такой достаточно нишевый Матч 3 продукт и вот в нашей нише никого нет и нет уже давно. Про монетизацию. В Puzzle Heart, в противовес или нет, цены намного ниже чем в Empires. Это чем-то обусловлено или нет на внутренней покупке? Это просто эксперименты. Может выйти в следующий билд и там цены будут выше. Понял. Пришли к выводу, что повышение цен не очень хорошо работает. Вы можете разной аудитории в игре давать разные цены? Да. А это Apple приветствуется? Не запрещается. Все игры так делают? Дело в том, что ты можешь генерировать очень много разных офферов и в зависимости вообще это как бы такая новая тема. Это сегментация аудитории по платежеспособности. И ты там прям по ходу смотришь на сколько человек активно тратит и чуть более активно ему подсовываешь какие-то специальные для него офферы. Круто. Но при этом все равно есть ограничения. Игра не должна перестать быть игрой. То есть ты не можешь все продать. Ты все равно находишься в неких рамках. Хорошо. Вот конкуренты, которые не важно упоминаем ли мы их или нет, которые самые успешные сейчас в мастере в мире, как ты считаешь они жестко монетизируют свою аудиторию или нет? Дело в том, что так нельзя на монетизацию смотреть. Есть как бы два показателя. С одной стороны ретеншн, с другой монетизация. Так. И между этими показателями ты просто двигаешь ползунок настройки и если ты перетянешь в сторону монетизации у тебя уменьшится ретеншн и наоборот. Вот наша игра она очень мягкая. У нас нет явного пейвола. У нас такого стоппера нет. У нас у игрока такая разветвленная структура геймплея. Это, кстати, одновременно и где-то достоинство и где-то ограничение продукта, потому что у нас очень трудно это все балансировать. Игроки могут пойти внутри игры по разным траекториям. И пейвол мы не можем поставить один на всех и хорошенько его отследить. Иногда ставите для кого-то отдельного или нет? Так можно сделать для отдельной части аудитории? Мы, короче, работаем в этом направлении. То есть я попал куда надо? Мы делаем АБ-тест. Вот у нас буквально вчера был разговор о том, что есть проблемы с игрой и нет пейвола. И очень трудно решить на этапе закупки трафика, будет игрок платить или нет. То есть будете тестить? Короче, никому не советую клонировать Cradle of Empires, потому что там все сложно. Это сложно реально отбалансировать, это сложно настроить с точки зрения ретеншн монетизации. Ты хорошо сейчас продаешь идею не клонировать, окей. Если клонировать, то сразу нанимать много аналитиков. Система слишком многофакторная в игре и мы с этим боремся. И много раз были мысли больше так не делать. Какой сейчас ретеншн в игре? Опять же, это зависит от аудитории, но в районе 30%. Ты доволен этой цифрой или нет? Смотри, первый день у нас ниже, чем у всех. С чем связано? Качество трафика? Очень сложно зайти в игру, очень сложно вначале разобраться. Просто там много всего. Это ошибка сценарная какая-то или что? Или просто такой тип игры, где всегда сложно разобраться? Такой тип игры, там много сущностей. А почему у конкурента лучше? Потому что там все просто. Уровень контент, уровень контент. Хорошо, спрашиваю по-другому. Новый продукт, который вы сейчас делаете, будет попроще? Да. Мы пытаемся упростить эту сложность и решить вечную задачу. У вас все free-to-play сейчас и в перспективе так же? Или есть какие-то новые модели, которые тебе интересны? Нет новых моделей. Хорошо. Как-то пробовали еще игры монетизировать кроме вот такой истории? То есть возможно рекламу внутрь впихнуть? У нас есть рекламная монетизация. В деньгах это порядка до 10 % от ревень. Пытаемся увеличить, работаем в основном с неплательщиками и все. То есть чем больше человек платит, тем меньше ему предлагается реклама. Тем не менее реклама она тоже часть геймплея. Периодически там выскакивает тебе нотификации, зайди посмотри, получи чего-нибудь за это. И игроки привыкают, делают это. А чего-нибудь за это? Какая реклама стоит? AdMob? Наверное. Это же мотив. Нельзя так зайди посмотри, получи что-то за это. Почему? Google будет ругаться. Ну должен по крайней мере. То есть нельзя людей мотивировать смотреть рекламу. Ты заходишь, тебе за кристалл предлагают посмотреть. Я не видел рекламу просто. Как вы работаете со скидками? В игре есть core gameplay. Основная сюжетная линия и по ней игроки идут. И есть много разных ивентов. Календарные ивенты привязаны к разным событиям, либо просто с какой-то периодичностью запускаются. И в этих ивентах мы периодически что-то там предлагаем игрокам. В определенных комбинациях со всей остальной игрой это работает. То есть мы там делаем периодически какие-то всплески по доходам. Но там нельзя и переборщить. Мы ищем оптимальную точку. Переборщить в плане самой большой скидки? Насколько я это понимаю, то есть там две задачи. С одной стороны это нужно выбрать правильный сегмент аудитории, которым скидки интересны, а другая задача это оптимальное количество этих скидок. Есть игроки, которые там долго не платят. И мы, например, увеличиваем и увеличиваем и увеличиваем скидку. Размер скидки? Да. И они все равно не платят. Но мы увеличиваем и увеличиваем количество рекламы, например. Это вроде как справедливая схема. Вообще да. Это все сейчас автоматически делается. Есть просто много сценариев итераций для разной когорты аудитории. Так работают? Да. В общем ревеню по игре скажи топ страны и потом задам еще уточняющий вопрос. Основный рынок у нас США. На втором месте Европа. С Китаем у нас пока не получается. Хотел спросить, как раз Азию? С Азии у нас там какие-то интересные результаты с Японией и все. За счет чего? Не знаю. Даже рекламу не покупаете? Там сложно покупать рекламу, но то, что удается купить, оно приносит хороший результат. То есть там платящие игроки в этом смысле? Да. Я знаю, что как Давид Теллс читал, что некоторые ваши конкуренты, которые успешнее вас, в целом как-то это сходится с тем, что они очень успешны в Азии. Почему некоторые компании умеют работать с азиатским трафиком? Это что? Слушай, вот я знаю этих ребят, кто более успешен в Азии и они вроде как сами до конца не понимают. Там иногда дело случая, а иногда... Короче, это такая загадка, которую все пытаются решить и у некоторых это получается. Я думаю там 50-50 наполовину они все же делают какие-то конкретные шаги, то есть как-то, например, более яркие цвета, по-другому настроена сложность в продукте, где-то персонажи, которые больше животных в игре и так далее. То есть игра адаптируется под азиатский рынок. Много зарабатывают игры, которые работают на стыке геймблинга и пользовательских денег. Были ли попытки, было ли желание что-то такое пробовать или нет? Мы как-то сфокусированы на одном жанре. У нас всегда всю историю это получалось, начиная вот это наш первый супер-хит, вот Match 3, вот второй. А мы сейчас пройдемся? Да. И каждый раз это Match 3. Мы пробовали делать разные другие жанры, но ничего у нас там такого крутого не выходило. Я при подготовке читал все, что там у тебя есть, понятно, в интернете, и видел инфу, ты это подтвердил, по-моему, плюс 30% конверсии в клики в App Store, я так понял, из-за смены иконки в Empires. Это правда? Это работало, когда мы были в топе. Когда мы находили через топ, когда у нас много органики оттуда шло, вот тогда это работало. Плюс 30% из-за иконки? Был такой кейс, он недолго длился, а вообще иконка роль играет. Жирно, просто очень большой процент, если бы ты сказал 7? На самом деле то, что сейчас с иконками происходит, это примерно так. Вот в этих рамках процентов 5 можно отыграть, даже меньше 3%. Тогда у нас был такой случай, но это все плюс 30% к той органике, то есть мы находились там на номере 50, почему-то люди чаще кликали. Там много было у нас всяких историй с иконками. Один раз там иконка была нерелевантная, то есть она была красивая, там египетская пирамида в каком-то космосе и так далее. Люди кликали, но ретеншин был невысокий, потому что люди... Тогда Store был другой. Это вот история, которая 5 лет. Сейчас уже все по-другому. Сейчас даже платформы все это лучше намного контролируют. То есть больше ограничений? Ну да. Обновление. Как часто и зачем? Во-первых, есть много аудиторий, которая здесь и сейчас сидит в продукте и им постоянно нужно что-то новое. Это инструмент удержания. Есть какие-то цифры? Это оцифровано? То есть там нельзя больше чем 45 дней оставлять людей без обновлений или как-то меньше? Были попытки высчитать некий оптимальный ритм, когда люди начинают скучать и хочется что-то свежего. Причины разные. Есть какие-то контентные апдейты, есть с фичами апдейты. Нам самим хочется улучшить продукт, поэтому мы как можно чаще пытаемся выпускать. Но у нас получается по-моему от 4 до 6 недель. Чаще мы не можем, это сложно, но иногда какой-то срочный хот-фикс и это быстрее. Бывает, что игры никуда не выходят, то есть в паблик? Делали, делали и не вышло ничего. Собственно ты уже говорил, три проекта было закрыто? На самом деле за историю компании больше. Три по модели free-to-play, если я правильно понял, которые вы разрабатывали? Да. Одна Puzzle Heart, но она что-то мне разонравилась. Это личная история или она просто не пошла? Там было в самом начале допущено много ошибок в продумывании этой игры, ее структуры и так далее. И она какое-то время жила без вижена и соответственно когда у продукта нет вижена хорошего и некому было этим заниматься глубоко, к ней приклеивались идеи с рынка и в итоге получился слегка такой Frankenstein. Мне как дизайнеру это прям очень очевидно и прям режет глаз, а с другой стороны аудитория вроде как трафик почти отбивается. Но дело в том, что начинать оперировать продуктом это история на много лет. И вот я пока с этим продуктом себя не вижу. Два других проекта, которые даже мир не увидели, правильно я понял? Free-to-play, но они на ранней стадии были закрыты. Сколько денег там зарыто? Во сколько это обошлось компании? Миллион? На два. То есть по полмиллиона то, что мы говорили про новый продукт? Примерно так. Это до ланча, правильно? Да, но мы даже их на аудиторию не вывели. Но там разработка шла очень не оптимальным способом. Там было очень много таких неразумных трат. Например? Один из таких классных инсайтов за всю историю. Дело в том, что всегда хорошо работать в каких-то ограничениях. Когда бюджет не ограничен, это всегда создает какие-то неразумные траты. Вот всегда что-то нужно зачем-то. А вот ради этого зачем-то нужно еще что-то. Продукт получается развивается скорее вширь. Его там и наворачивают, что-то добавляют, еще что-то. В итоге получается какой-то жирный, неповоротливый, не цельная система. Вообще ограничение по бюджету оно очень дисциплинирует. А в разработке продукта дисциплина, вот я к такому выводу уже окончательно пришел, она очень важная. Дедлайны в вашей теме в геймдеве это больная тема или нет? Мы учимся, когда-то попадаем, когда-то нет. Расскажи про свой распорядок дня. Я научился структурировать день и научился распределять задачи в зависимости от времени суток. То есть, например, с утра у меня голова там работает лучше всего на определенных задачах и, кстати, на лягушках часто. И поэтому я там просыпаюсь в 5.30, то есть с 6 до 8 работаю. Именно вот на таких сложных задачах, которые требуют сконцентрироваться и так далее. В это время никого нет в слайке, вокруг тишина, у тебя ясная голова, то есть ты как бы с чистого листа загружаешь то, что тебе надо, принимаешь какие-то решения, формируешь какие-то вижены и так далее. Потом, когда голова уже закипела, один из плюсов Кипра есть рядом море, пошел, поплыл или поехал или побежал. То есть вот такая хорошая тренировка, после которой за час перезагрузился, опять мозг очистил и где-то часов с 9 до 12 до часа опять вот второй такой мощный спринт. И в принципе после часа я уже бесполезный человек. До часа я уже полностью все выработал. То есть получается с 6 до час это сколько времени? Это 7 часов. Мой рабочий день заканчивается в час дня. Ну плюс-минус час на спорт где-то часов 6. Да, но 6 часов они же как бы могут быть разные. Конечно. Я проводил эксперимент, работал по технике помидора. Знаешь эти 25-минутные спринты. И я понял, что в принципе я могу сделать там 12-15 помидоров за день, но на следующий день у меня будет такой отходняк и ничего не будет хотеться. И нащупал какой-то оптимальный ритм в пределах 10 помидоров, то есть 10 спринтов по 25 минут. Ты за это время все сделал и на следующий день ты такой же свежий и способен сделать опять 10. Ты говоришь про неприятные дела лягушки, которые утром. В последнее время из того, что тебе приходится делать в компании в рамках твоих полномочий, твоих задач, это что за дела? Что не доставляет удовольствия, но как бы без этого никак? Всех лягушек я сделегировал. Это не лягушки, это вещи, которые требуют длинных спринтов. Что сейчас можно делать? Что сейчас работает? Какие кейсы последние? Что там внедряете? Возможно в описании какое-то изменение, что-то еще такое? А есть что-то такое? Какие-то фишки, которые мне жалко? Есть фишки, которые у всех на виду, всякие свиньи копилки и так далее в Мэш 3 играх. Это хорошая история, правильно? Ты сразу просто говори, это хорошо или плохо? Есть хорошая история с этими иконками в виде домиков в Мэш 3. Можешь объяснить? Это, во-первых, не моя история и то, что мы видим там. Но мы видим как лидеры рынка, они там друг у друга копируют иконки, потому что, например, иконка с домиком работает лучше, чем иконка с персонажем. Хорошо, а иконка с домиком она что символизирует? Не знаю, домик. Дом родной. Хорошо. Копилка? Копилка. Своя копилка? Там срабатывает такой механизм, что игрок сначала что-то копит, 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 ненавязчиво накапливает и потом он эту копилку выкупает. Это такой странный эффект. Оно уже как бы твое, но тебе его надо купить, но с хорошей скидкой. Это эффект, кстати, когнитивное искажение. Вот эта фича работает на вот это искажение. То есть нам намного тяжелее прощаться с тем, что у нас есть, чем отказаться от того, чего у нас еще нет. А что еще такое очень интересное? В играх хорошо работают ивенты, например. Это когда ты даешь какую-то боковую цепочку уровней и игроки хотят ее закончить. И на середине им как-то жалко ее бросать. То есть уже половину прошел, до приза осталось немного и вот они там в конце монетизируются. Такой микро кусочек контента. Он работает. Я не знаю, сейчас вот турниры вовсю работают. То есть когда-то 5 лет назад я сильно заблуждался в том, что все эти конкурентные вещи на женскую аудиторию будут работать не очень. Потому что женщины не любят конкурировать и так далее. Я заблуждался. Когда ты занялся триатлоном? В 2016 году. Мы делали Cradle of Empires. Мы были в кранче довольно долго, там целый год. И я так выгорел существенно. На фоне этого выгорания я еще лишних 10 килограмм набрал, плохо спал и понял, что начинается какая-то угроза здоровья. Я помню в феврале 2015 года просто вышел из дома и пошел. Тут? Нет. В Беларуси по снегу, по дождю и просто начал каждый день ходить. И вот эта ходьба... Я ходил-ходил несколько месяцев. Нашел кучу друзей, с кем мы начали ходить. Я начал он-ваны проводить в процессе ходить. Это как два человека идет и общается, да? Да. Короче, это вошло в такую привычку, прям как в потребность. Тогда же я завязал там с курением. Потом захотелось как-то уже чуть-чуть бегать. Начал бегать. Потом нечаянно захотелось покататься на велосипеде. И так это все сложилось вместе. Участвовал во скольких соревнованиях или не участвовал? Участвовал. Здесь на Кипре в основном спринты и олимпики. Один раз с другом записались на полужелезную дистанцию, но я заболел. И как бы решил не ехать и решил перенести это на полгода. Ты добавлялся в чатик подписчиков и там наверное видел вопрос про патенты, как защищаться от того, что воруют, клонируют. Собственно в рамках интервью ты даже говорил о том, что я не советую клонировать нашу игру, но ты ее не советовал клонировать только по той простой причине, что она сложная, да? Только из человеколюбия, да. Насколько это вообще большая проблема? То есть ты на заре карьеры своей собственно этим только и занимался? Клонированием? Ну да. Ты это рассказывал сегодня в начале интервью. Насколько это сейчас распространенное явление и можно ли на этом заработать? Нужно ли от этого защищаться таким большим компаниям как вы? Если да, то как вы защищаетесь? Есть у меня хорошая мысль на эту тему. На самом деле все эти дебаты по поводу клонов им уже много лет. Еще когда мы на PC разрабатывали постоянно были форумы, где обсуждали кто там кого клонирует и почему и хорошо это или плохо. На самом деле вот сейчас я вижу, что даже одна и та же компания, собственный продукт, чтобы склонировать и таких кстати кейсов хватает, это сложно. Вот повторить собственную игру это иногда не получается. Мы даже собственный успешный продукт КМ мы не до конца знаем. Мы точно не знаем почему он успешен. То есть у нас накоплено огромное количество даты, мы много чего проанализировали, мы проверили сотни гипотез, мы пытались сформировать портрет целевой аудитории и все равно я уверен, что мы знаем только половину. Когда мы будем знать все, у нас там все масштабируется и мы вот по этой дорожке идем шаг за шагом и каждый апдейт что-то новое узнаем про свой продукт. Если в это время какая-то другая компания начинает этим заниматься, это сложно. Но с другой стороны есть много успехов, там хороших клонов, успешных кейсов. Но вы защищаетесь от этого? То есть патентуете что-то или нет? Или это не тот рынок, где надо это делать? Нет. Хорошо. Не думаю об этом. Ты жалеешь, что в социальные игры не пошел? В тот момент, когда этот рынок появился и люди там что-то уже делали, достигали каких-то успехов, тогда было ощущение, что мы что-то упускаем. Мы наблюдали за какие-то успешными историями и что-то пытались сделать, но у нас ничего не получалось. Потому что с одной стороны у нас держал старый рынок и нужно было либо всеми силами такой радикальный шаг предпринять, рискнуть, но сидя на двух стульях, сидеть на двух стульях не получилось. Тогда жалел. Потом, когда мы сделали Cradle of Empires, перестал жалеть. Потом я стал наблюдать на людей, которые застряли на социальном рынке и вот уже много free-to-play, много успешных историй, а ребята все еще делают социальные игры, которые стагнируют. Им тоже пришлось делать вот этот решительный шаг. Я видел много счастливых глаз, которые сказали мы все обрубили, больше не делаем, рискнули, пошли там в сторону free-to-play. У тебя сейчас в компании есть партнера? Нет. Ты один владелец? Да. Окей и финалочка. В 2019 году самый большой тренд в free-to-play казуалках? Ничего такого не вижу. Ничего не меняется. Кстати, когда я готовился, я понял, что рынок достаточно консервативный. То есть это тебе не нравится в бизнесе? То есть он более-менее прогнозируемый или что? Сложно его называть консервативным. То есть он постоянно чем-то живет, какими-то новыми вещами. За весь год ты не смог назвать ничего такого, что ты видишь, что выделяется в этом году? Это странно. Для IT-рынка это как бы вообще не... Последний год во всю турниры у всех и все говорят вау, вау, плюс 25 процентов. То есть это 2019 год? Это как бы тренд, то есть всунули в соревновательный элемент в казуальный продукт. Ты говоришь плюс 25 к ревеню? Да. Конечно, это тренд. Есть еще что-то такое? Но это не тренд, это просто фича. Фича, есть подвижки, что в казалке могут играть люди через VR? Нет. То есть это невозможно? Не знаю, не думал бы. Не думаете и не смотрите туда? Нам пока есть чем заниматься. По приезду в офис увидел тут целую стопку таких ник. Два сделаны, два победителя. Кто тебе понравится больше, тот пообщается с тобой в скайпе часик, задаст тебе вопросы по геймдеву, чем ты можешь быть полезен. Постараешься помочь человеку или личная встреча на Кипре, если получится у тебя, в Беларуси, если получится у тебя и соответственно человеку получится. А второе место будет вот эта книга. Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей. Это про Пиксар, правильно? Писал собственно президент Пиксара Эд Кэтнелл. Что надо сделать? Надо задавать вопросы интересные, умные и полезные. В первую очередь про геймдев. У Олега огромная экспертиза в этом смысле. 17 лет человек занимается играми. Сам рассказывал в сегодняшнем интервью, что всегда было вот так и это всегда полезно, потому что история успеха не всегда репрезентативна. А когда качает, там можно увидеть хорошие и плохие стороны. Возможно, вам что-то будет очень полезным и ты сможешь ответить на вопросы, которые больше всего тебя заинтересовали. Предлагаю это сделать в видеоформате. Просто пролистаешь комментарии, где глаз будет радоваться, будет хороший вопрос, на него просто ответишь. На все, которые ответишь, потом из них выберешь лучшие два. То есть номер один, второе место. В Телеграме смотрим? Да, посмотрите вы это в Телеграме. Можно уже пойти по ссылке в описании и подписаться на Телеграм-канал. Там будет линк и там собственно через какое-то время будет видео. Окей? Все, спасибо большое. Я очень надеюсь, что это для вас был такой и экскурс в историю, и прикладная полезная информация, если вы занимаетесь геймдевом. А если не занимаетесь геймдевом, то возможно какие-то инсайты поймали и можете внедрить свой бизнес, чем вы в этом не занимались. Так что напишите, пожалуйста, комментарий, если вы чем-то недовольны. Обязательно напишите, чем недовольны. Можно поставить дизлайк, мы не против. Лайк это конечно лучше. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Можно нажать колокольчик, не будете пропускать крутые выпуски. Пока!